В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 3 плюс 2, а днём 13-18 градусов тепла. И в горах местами до плюс 10. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи 0 плюс 2, а днём 13-15 градусов тепла. В Карачаевске в Центре культурного развития имени Кайсина Кулиева воспитанники детского сада «Солнышко» вступили в ряды отряда юноармейцев имени Героя России генерал-майора Канамат Баташева и старшего сержанта Руслана Чучаева. Также собравшиеся вспомнили героически погибших в ходе специальной военной операции. На мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Сегодня мы чтим и храним память о наших земляках, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции. На мероприятии рассказали о героическом боевом пути генерала-майора военно-воздушных сил Героя России Канамата Баташева и старшего сержанта, посмертно получившего Орден Мужества Руслана Чучаева. Было отмечено, что именно на таких примерах должна воспитываться молодёжь. Мы видим, что на примере этих малышей, что в нашем городском округе воспитанию в духе патриотизма уделяется достаточно много внимания, как со стороны дошкольных образовательных учреждений, так и школ, и в целом администрации округа. Я уверен, что эти дети, которые сегодня были на сцене, вырастут достойными членами общества, и мы будем ими гордиться. Почённые гости мероприятия сотрудники Карачаевского отделения в невиновственной охране управления Росгвардии, представители Совета ветеранов первичной организации войск правопорядка по Карачаевскому району во главе с майором милиции в отставке Исмаилом Кубановым вручили значки юноармейца воспитанникам детского сада «Солнышко». После детям выступили со стихами, которые тронули до глубины души собравшихся. Не умирай, молю, вернись живым домой. Здесь ждут и молятся. Ты знай, ты помни, это наш герой. Будь осторожен, я прошу, защита Родине нужна. Сотрудники детского сада «Солнышко» также рассказали о героическом пути сержанта Романа Казаева, младшего сержанта Владимира Корниенко и Виктора Бутова, которые посмертно были награждены Орденом Мужества. Начальник управления образования Карачаевского городского округа Эльвира Эдива отметила благодарность руководству и сотрудников дошкольного учреждения и подчеркнула важность подобных мероприятий. Задача педагога не только дать знания учащимся, воспитанникам, но и вот с самых малых лет воспитать в них чувство патриотизма, любви к своей родине, к своей отчизне. И вот как сказали сами дети маленькие, вступившие в ряды Канамата Буташева и Руслана Чачаева, воспитать в них желание стать истинными гражданами своей страны. Выступающие отметили, что дети с гордостью будут в отряде юнормейцев. Они ознакомятся с героической историей нашей страны и будут принимать активное участие в сохранении памяти настоящих патриотов-защитников нашего Отечества. Алихан Ипшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. И заглянем в календарь. Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей. Товары и услуги влияют на качество, безопасность жизни человека. Они должны соответствовать всем стандартам. Свой 131-й день рождения сегодня отмечает экскалатор. Первые экскалаторы появились в лондонском метро, а сейчас движущиеся ступени повсюду. Сегодня очень и позитивный праздник – День добрых дел. Когда человек делает добрые дела, на душе у него становится легко. Сегодня у всех есть возможность сделать доброе дело. Информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. А в 14.30 – «Вести» Карачаева, Черкесия, Салла Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.